Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и в эфире у нас The Isle Legacy. Добро пожаловать приблизительно где-то лет на пять назад. Собственно, как видите, у нас версия игры 0.1.53. В то время как Legacy, которая в настоящем времени находится, да, несмотря на то, что мы перенеслись почти на пять лет назад, в версии игры там, по-моему, 0.8, что-то там, тыры-пыры, то ли 0.8, ну, в общем, без разницы. Короче, ладно. Собственно, короче говоря, о чем смысл, чем смысл, что будет происходить? Происходить будет следующее. Сегодня мы посмотрим гиперов, посмотрим сервера с ними, вообще, как там играет народ, потому что многие писали скайпы, играя за гиперов, покажи, о чем смысл их и как играется на них, потому что с помощью некоторых модов можно установить и играть. С помощью сервера в Дискорде OpenID. Ссылочки будут в описании. Кстати, благодаря Юрке Ван Лориону, я установил третью версию игры, да, у меня теперь есть и The Isle под названием Гипно, да, Гипно-динозавры, или как там правильно, Гипно... Короче говоря, погнали. Итак, Гипер-динозавры, во, простите, да, совсем запутался, ну, чё ж, ладно. Говорят, много китайских серверов. Я ещё не заходил, не смотрел, честно. Так, китайские сервера, я их отчасти вообще не вижу. Почему, чтобы не спрашивали в комментариях, почему отключили гипер-динозавров в The Isle Legacy? Потому что они полностью были имбалансными, да. Вот. Помним ситуацию где-то 2020-го, по-моему, года, когда китайцы украли или либо взломали код Legacy, закинули на свои сервера этих гиперов, гиперов, шмиперов, пошло-понеслось. Русскоязычные сервера также то ли купили код, то ли они с кем-то как-то договорились. И, в общем, установили себе на сервера этих гиперов. Да, они прописали. Но за что потом они, скажу так, получили аллюлей и вынуждены были их отключить. Но китайцы их оставили. Как мы видим, сейчас китайцы вообще отсутствуют как элемент, какой-то, не знаю, которого нету в таблице Менделеева. Ладно, много болтовни. Короче говоря, сегодня у нас Open Region 2. Это, смотрите, в общем, мы посмотрим. Народу нету, народу нету, поэтому я буду сегодня один. Просто взглянем в прошлое. Open Region 2. Это карта Region 2, по-моему, 2019 года, если я не ошибаюсь. Это Sandbox, режим Sandbox, Sandbox, Survival. Есть, конечно, какой-то тут непонятный с пятью буквами Е. Survival, Tenyava Island. Один человек там сидит. Да. Не знаю, как там играть. Короче, все нулевое. Просто посмотрим. Так, карта V3, Frozen North. Какая-то зимняя, замороженная карта, северная. Что это такое? И Oasis. Вот это вот три, наверное, карты, которые посмотрим. Ну, собственно, давайте погнали. Open Region 2. Подтверждаем. Заходим. Посмотрим, что там по Динусам. Я, конечно, почему-то был уверен, что люди, люди сидят. Опачки. А как так меня сразу перекинуло на Кецеля? Ух, ух, я ж даже не заходил. Это так сделано, заложено здесь, да? Интересно. Окей, ладно. Так. Кецель Куатль. Режим Sandbox. Как я понимаю, мы, да, не сможем посмотреть его рост. Не сможем посмотреть какие-то его данные. Так, я предполагаю, наверное, взлетать как-то, наверное, на пробел. Ух, 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 ух. Красавчик Кецель Куатль. Огромных размеров. Знаете, на что он сейчас похож? Он похож на самолет Concorde, по-моему, так он назывался, да? Сверхсвуговой самолет. Озвучка совсем другая. Ну, карта от V3 и Итан Явы отличается. Я сразу вижу это. Это какие-то горы, холмы. Причем раскинуты везде. Постоянные какие-то. Насколько максимально камеру приблизить? А, ну, практически от первого лица, да, мы можем смотреть. А что, Кецель Куатль, типа, может... А, он может задерживаться вот так вот на месте? Вау, прикол. Прикиньте, когда Кецель Куатль, такая машина, будет в Риме в той же самой, да? А как пикировать вниз? Control? Мы не разобьемся? Ихо-тихо-тихо, плавненько. Плавненько, малыш. Мне все-таки хочется узнать... Узнать, как он садится. А, он, походу, вообще не садится, да? На Z, на C, на X. Понятно. Окей, ладно. Так вот, прикиньте, когда такая махина будет в Риме, да? Где-нибудь, какой-нибудь в кустиках сидит у нас Омни Раптор. И ты такой подлетаешь. Кстати, посмотрим укусы. Ты такой подлетаешь. Такой чикс. Здрасте. Шик. Ну-ка, стой, стой, стой. Существо, остановись. Мощнейший, мне кажется, такой захват клювом укус. А, правой кнопкой мыши тоже может кусать? Вау. То есть, это у нас получается удар прямой. А это правой кнопкой мыши удар вниз. Даже вот так. Так ты даже голову Рексу готов пробить таким клювом. Я хочу пролететь над картой. Стамина, как я смотрю, у него вообще не заканчивается. А если нажать на единичку? Давайте посмотрим вообще крики его, короче, единичка. Ух ты, еще раз. Найс, двойка. Тройка. Не шиперь. Четверка. Красавчик. Я надеюсь, вы слышали все эти звуки. А че, карта настолько реально огромная? Типа, можно вылететь за локацией, да? Где она заканчивается? А, походу нет. Походу нет, короче. Вот здесь край карты. Вот здесь край карты. Ну, как-то странно сделано. А в реальности Ислорегион 2 был таким же маленьким, как я сейчас это вижу. Либо это из-за мода. Так все как-то не обработано. Постобработка вообще непонятная какая. Так, ладно, кецелькуатль. Я хочу, подождите, я хочу попробовать все-таки, наверное, как-то опуститься на землю. Пикируем, 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 бам. Что это было? Вы видели это? Нет, этот малыш красивый. Текстура его, кстати, офигенно смотрится. Даже на то время он просто красавчик. Анимация очень впечатляет. Мне кажется, каждая деталь его тела абсолютно проработана. И все взаимодействует. То есть каждый миллиметр его тела взаимодействует. Посмотрите. Это великолепно. Это великолепно. Так, ладно, короче, давайте сделаем респаун. Я не знаю, разбить лим. Мне этот ролик на две части. Потому что всех, ну я не знаю, наверное, мы не сможем посмотреть. Так, плотоядные, травоядные. Травоядные здесь, по-моему, есть брахиозавр. Но по брахиозавру у меня где-то далекий-далекий ролик есть. Я не знаю, стоит ли его рассматривать. Если интересно, почекайте, короче, плейлист, ладно? Так, плотоядные. Вернемся к плотоядным. Здесь меня интересует... Так, вот этот... Тирекс. Пернатый, по-моему, даже Тирекс. Да, он, по-моему, сейчас на сервере Age of Dino. Насколько я знаю, доступен. Только стоит он там... Я не знаю, сколько денег, что нужно продать. А что со звуком? Он как будто шагает на одну лапу. Пернатый, старый Рекс. Это, по-моему, наверное, какой-нибудь 2017-18 лохматого. Не впечатлил. Блин, он бегает, как я не знаю, как какая-то хромая курица. Подбитая курица, блин. С одним крылом. Так, спринт. Я хочу посмотреть на спринте его. А что, спринт у него типа не работает? Реально? У него не работал спринт? Стоять. Да, у него нету спринта. Смотрите, что обычный бег на шифте. Хромающий, я бы сказал. Что, если можно это назвать спринтом, это не спринт даже. Ха, чё, по кайфу, короче. Ладно. Ладно. Давай вернёмся... Давай вернёмся на респаун. Платоядные. С удовольствием. Я хочу посмотреть... Гипера... Гипероспинозавра. Причём нейроспинозавра. Титана Буа. Ху-ху-ху-ху. Да ладно, ты шутишь. Титана Буа. Это чё? Это чё, непонятная запалка под землёй? Как за это играть? А чё, типа я... Я должен играть в текстурах? Ё-моё. Не, ну вот так вот вроде видно, смотрите. Блин. Я уж, конечно, подумал... Ну, нифига себе, поиграть за змею в Легасе. Ну, вот так. Вот-вот геймплей, короче, за Титана Буа. Смотришь в землю. Хрен поймёшь, куда ты передвигаешься, куда ты движешься. Симулятор. Не знаю чего, короче, палки какой-то. Так, респаун. Платоядная. Едем в плотоядное. Платоядная. Так. Я так понимаю, гиперэндокринный спинозавр, да? Нейра. Вот он. Нет, это гиперэндокринный спинозавр. Ё-мо-мощь, красава. Крики. Вы готовы, дети? О, да, капитан. Вы почистили уши? О, да, капитан. Блин, однозначно мощь. Опа, опа, стой, 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 стой. Подожди, подожди, подожди. Настроечки, геймплей, управление. Я не помню, где здесь отключается шатание головы, движение головы. По-моему, это, хотя могу ошибаться. Вы видели, как у него пасть открылась? Двойная. Двойная челюсть. Вот это парусник, вот это мощь. Инженеры Apple Engineering, они, в принципе, знали, чем занимались. Насколько я знаю, по-моему, эти существа имели свойство голодать просто безумно. Они постоянно голодали. Им все время нужно было что-то находить. Там голод уходил, я не знаю, за сколько минут. А что, на спринте? Что-то у меня есть на спринте. Блин, жалко, народу нету, а? Спринт не работает у него. А, работает? А что, так долго заряжается? Ну-ка, подожди. Шевтаням. А что, реально спринт такой долгий? Да ладно. Нифигасиме. Прикол. Ну, чувак, с таким нюхом ты определенно должен, блин, унюхать. Унюхать любое живое существо на соседнем краю карты. Я тебе отвечаю. Так, пить мы не можем. Странно почему-то. Но это не нейроспинозавр. Он мне не интересен. Так. Я хочу сейчас вернуться в главное меню. И посмотреть на карту. На карту Оазис. И там посмотреть другого динозавра. Примечательно, походу, что когда ты заходишь на любой другой сервак. Какая-то пустынная карта. Это модовая карта. Так вот, короче, когда примечательно ты заходишь на другой сервак. Ты определенно начинаешь играть на кетцеля. На карте вообще тишина. Даже дуновенья ветра нету. Странно. Так. Гиперэндокринный коронатавр. Гига. Тирекс. А вот он. Нейроспина. Ну, хоть хотя бы музыкальное оформление, и то прекрасно. Честно, мне так сейчас дико играть на этой карте вообще. Я даже не знаю, здесь никаких моментов. Звуков, шагов даже нету, когда мы идем по песку. Ладно, давайте хотя бы послушаем его крики. Единичка. Абсолютно, мне кажется, это современный спинозавр. Двойка. Тройка. Нет, ну различия есть. Не совсем большие. Четверка. Это выдаем? Мы пить-то можем. Мне кажется, эти существа на сэндбоксах, они вообще не могут пить. Не есть. Ну, хотя кого тут есть, тут и так-то никого нету. Все сервера пустые. Не знаю, решайте сами. Играть вам на этих существах или нет. Ну, если только для олдов, наверное, скорее всего, зайти, так, почилить, посмотреть, вспомнить момент, словить некоторый кайф. Может быть, новички захотят, я не знаю. Да. Гайд, повторюсь, у Юры Ван Лориана на канале. Ссылка в описании будет. Нейроспина. По-моему, этот динозавр, насколько я знаю, мог пускать молнии. Как-то и то ли... Менять погоду с помощью своего вот этого... Такого хребта волшебного, я бы сказал. Почему он и называется нейроспина. Он мог вырабатывать каким-то образом электричество. Ну, что-то в этом роде, короче говоря. Так, ладно. Давайте сделаем респаун. Сделаем респаун. Посмотрим, наверное, еще одного динозавра. Так. Этим динозавром будет, наверное, гиперэндокринный гиганатозавр. Кстати, под конец, наверное, можно было бы посмотреть карту, северную карту. Вот у него более-менее вроде какие-то шаги по песку. Наверное, это связано все-таки с картой. Здесь песок, не слышно звуков шагов. Особо его не рассмотреть. Свет. Лучше бы вернулись на В3, наверное. Ну ладно, короче, давайте посмотрим на его крики. Единичка. Ё-моё, вот это пасть. Да он может двух рексов, мне кажется, сразу завалить. Двойка. Тройка. Четверка. Честно говоря, я бы не хотел с такой махиной столкнуться где-нибудь, не знаю, да в любом месте на карте. Интересно посмотреть на спринт. У них особо как-то работает спринт. Долго заряжается, у кого-то он вообще не работает. И, в принципе, его действия очень так же долго. Так, спринт заряжен. Погнали. Если представить, что какой-нибудь обычный гига в разы нас меньше, то по-любому мы его догоним. По-любому догоним какого-нибудь алика, да мне кажется, любого динозавра. Ну, гипергига, по-моему, он не настолько быстрый. Так, я вернусь в главное меню. Я хочу посмотреть еще одну карту, которая здесь есть. Это Frozen North. Зимний или Замороженный Север, как правильно переводится. О, да ладно. А здесь? Интересно. Зайдя на этот сервер, мы можем сразу играть за... Тираннозавра. И это, по-моему, гиперэндокринный тираннозавр. Давайте я посмотрю на всякий случай. Респаун. Платоядные. Так. Вот он. Наверное, да. А, нет. Там был совсем другой динозавр. Другой Рекс. Другой формы. Ну ладно, ни суть, ни важно. Ого. Костер. Пещера. Ха. По приколу, здесь можно было играть за людей. Что мне нравится, качество графики, в принципе, даже в такой момент было даже не очень. Мы можем валить деревья. Посмотрите, насколько он больше даже обычной елки какой-нибудь. Если взять гребаного Рекса с нашего времени, да? С настоящего Легаси, который сейчас существует. Мы же вернулись на несколько лет назад. То, мне кажется, он ему будет где-нибудь... Ну, наверное... Наверное, наверное... Я даже не знаю. Наверное, по... Нижнюю часть челюсти. Ладно. Ни суть, ни важно. Укусы. Мощь. Только ЛКМ работает. Я думаю, может быть, правая кнопка мыши работает. Поворачивается... Ой, я случайно нажал. Поворачивается куда быстрее, чем современный Рекс. Ладно. Спринт. Ну, такого малыша, я думаю... Не сложно было бы заметить где-нибудь. За какой-нибудь елкой или кустом. О чем так пригнулся к земле-то? Пришиблен какой-то. Ладно. Спринт. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Погнал, погнал. Пошел, пошел. Хорош. Быстрая зараза. Так. Ну, давайте звуки. Кстати, посмотрите. Вокруг появляется у нас ореол. То, что динозавр замерзает. Прикольно сделано. Жалко, я не могу, конечно, посмотреть статистику. Ладно. Звуки. Единичка. Ну, ничего, как по мнению обычного. Если я бы, конечно, находился бы на другом динозавре и видел это со стороны, может быть, определенно было что-то другое. Двойка. Тройка. Вот это более уверенно, чувак. Четверка. Не, ну, анимации, анимации классно выглядят. Смотрите, какой у нас экран появляется. У нас четвертый экран, наверное, это или третий экран. Смерти, да? Холодной смерти. Смерти от мороза. Типа вода. У нас есть горячий какой-то источник. Мы можем пить? Да, реально, здесь можно попить. Несмотря на то, что, в принципе, мы не голодаем даже. У нас нету чувства голода. Мы не хотим даже пить. Но, скорее всего, это может быть так на сэндбоксе здесь работает, я не знаю. Ну, короче, как-то так. Я надеюсь, что момент я вам вернул, когда вы вернулись в будущее. О, простите, в прошлое. В общем, решать вам, зайти сюда поиграть или нет, я так решил чисто кайфануть, посмотреть. Хотя я, отчасти, особо этого не застал. Не, ну, какие-то моменты я помню. Такие далекие 2020 года. Ну, мы вернулись в прошлое. В общем, палец вверх, подписка на канал. И ссылочки все в описании. Кому интересно, там, пишите в ЛС. А в Дискорде я там, если что, отвечу. Все. До новых встреч. Покедова. Продолжение следует...